Здравствуйте! Приветствую вас на канале Процветок. Сегодня мы поговорим о сладком перце. Вы его высадили в грунт, он у вас хорошо прижился, уже, как видно, даже у меня где-то есть плоды уже появились. Так вот, что делать в июле с этой культурой? Для того, чтобы иметь хороший урожай, для того, чтобы все перцы у вас выросли хорошими и крупными. Ну, перец сами все знают, что культура теплолюбивая, поэтому как раз июль-август месяц, самый такой рост активный проходит с завязей. Ну, и это надо простимулировать. Ну, во-первых, что мы будем стимулировать? Ну, мы, как бы, многие привыкли, уж посадили перец, мы о нем забыли. А вот у перца, в нижней части стебля появляются пасынки. Появляются пасынки, ну, мы думаем, они не цветут, они ничего, пусть сидят, пусть питают наше растение. На самом деле это очень плохо, потому что эти пасынки, они не столько питают растения, сколько забирают питательные вещества. Питательные вещества, которые должны идти к плодам, перехватываются этими пасынками, ну, и, конечно, тратятся в холостую. Поэтому в июле месяце мы будем удалять все листья нашего перца и пасынки до первой развилки, то есть до первого плода, все листья мы будем удалять. Значит, в этом что еще будет заключаться? Какая цель преследует удаление листьев и пасынка в нижней части? Это произойдет, что произойдет? Значит, лучше вентиляция, улучшится вентиляция, воздух станет лучше хоть более земли, значит, наш перец будет защищен от большинства болезней, которые передаются из почвы. Потому что будет хоть воздух, и перец будет лучше плодить. Дальше, раз будет лучше циркуляция воздуха, значит, будет и лучше опыление перца. Ведь перец – культура самая опыляемая. У нас будет ходить воздух, ветер будет ходить, и перец наш будет лучше опыляться, и лучше завязываться. Вот так, что вы не забывайте, что листья и пасынки до первой развилки в июле месяце мы уже удаляем. Ну, далее у нас перец как бы цветет. Если у вас перцы низко рост, вот как у меня на этой снимке, значит, мы с перцем пришибку делать не будем. А вот если ваши перцы имеют высокий рост, где-то метр, там, полтора метра даже, значит, мы верхушки у этих перцев будем пришибывать. Почему? Потому что перцы, которые имеют высокий рост, они имеют очень крупные плоды. Плоды могут вырасти 200-400 грамм. И для того, чтобы эти плоды выросли действительно хорошими, а не мелкими, мы пришибнем. Все питание пойдет, значит, плодов мы получим, питание пойдет в плоды. Плодов мы получим, конечно, меньшее количество, но суммарный урожай у нас будет то же самое, чтобы, если бы на растении мы сохранили все плоды. Так что помним об этом. Ну и дальше, раз растение начинает плодоносить, активно завязываются завязи, активно растут плоды, значит, что оно нуждается в подкормках. Ну, чем мы будем делать в подкормке нашего перца? Конечно, можно использовать зеленое удобрение. Это хороший источник, но не забывайте, что оно будет неполным, потому что перец очень любит калий, когда растут завязи. Поэтому, если мы делаем зеленое удобрение, сделали, разбавили водичкой, и на каждое ведро мы добавим столовую ложку калия. А вот какой калий взять? То ли хлористый калий, ну, он перносит перцем, но не так они его любят, то ли взять серно-кислый калий, это не так важно. Любого калия столовая ложка на ведро воды. Мы добавляем. Если вы поленились и не делали то зеленое удобрение, значит, вы можете обойтись одной химией. Что мы возьмем? Мы возьмем, опять же, столовую ложку карбамида или мочевины, столовую ложку сульфата калия возьмем, смешаем. Также очень полезно добавить мах-бор, чайная ложка. Чайная ложка это удобрение будет творить чудеса в том смысле, что это удобрение поспособствует лучшей завязываемости плодов. Чтобы наши перцы росли сочными, крупными, и все, мы добавим еще такой стимулятор, как растим овощи от процветок. Растим овощи от процветок, мизерное, как бы, а эффект потрясающий. Вот, если мы так вот сделаем с нашими перцами, значит, пришлепнем высокоростые сорта, удалим пастинки листья на нижней части и сделаем соответствующие подкормки нашим перцам, значит, мы можем надеяться на богатый урожай. Вопрос, сколько делать подкормок? Одну или две? Значит, по перцам делается две. Если позволяет время и шоковая погода, то делается и три подкормки. Чем больше питания будут растения в перце получать из почвы, тем крупнее будут плоды. Так что не забываем об этом. Как видите, арсенал очень большой, как от домашних средств, так и от химического производства, все, что можно использовать на перцах. Если вам понравилось наше видео про перцы, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и заходите в наши магазины, где широкий выбор препаратов, которые я вам назвал. Просветания вам! Редактор субтитров А.Семкин